Итак, сегодня у меня суточная смена, сразу едем к пятилетнему ребенку на боль в животе. Здесь у ребенка оказалась прямо классическая скарлатина, у него в детском саду карантин по скарлатине, ну и соответственно здесь наблюдаем ангину с налетами, пылающий зев, сыпь скарлатиноподобную мелкоточечную, пледный носогубный треугольник, в общем все как положено. Оставили мы активно участкового педиатра, здесь нужно назначение антибиотика, сказали им, чтобы сами вызвали, потому что актив будет только завтра, а чем раньше они начнут лечение, тем лучше. И следующий наш вызов к ребенку 10 лет, боль в мошонке. Здесь у ребенка классический синдром острой мошонки, меня узнали, в общем-то смотрели мои видео, поэтому сразу обратились, буквально как только ребенок пожаловался. Отправили ее в больницу на осмотр уролога. Следующий вызов 17 лет, боль в животе. Здесь данных за хирургическую патологию нет, то что называется функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта. Едем к ребенку 4 лет, боль в животе, рвота. Здесь классическая кишечная инфекция, рвота не больше 5 раз, рассказывали как отпаивать, по большому счету все остальное завтра назначит ущество эпидиатра. Едем к ребенку 7 лет, повод боль в животе. И еще одна вирусная инфекция с кишечными проявлениями, честно говоря, рассказать вообще нечего, вырвало ребенка 2 раза. Едем к ребенку 5 лет, боль в животе. Этого ребенка мы отправили в больницу на осмотр хирургу. История там следующая, значит болеет 3 сутки, назначено лечение от кишечной инфекции в виде противорвотных препаратов и энтерофурила. Рвоты уже нет, жидкого стула нет, зато у ребенка болит живот вот уже в течение суток. И есть мнение, что указанные выше 2 препарата в этом не последнюю роль сыграли. Поэтому я, собственно говоря, и противник такого лечения. Едем к ребенку 8 месяцев, на повод задыхается. Здесь не нашли абсолютно ничего, ребенок, похоже, просто давился соплями. На момент осмотра, что называется, практически здоров. Едем к ребенку 3 лет на температуру. Давненько мы не ездили на температуру, тем не менее, здесь ничего интересного снизилось до нашего приезда. Следующий вызов к ребенку 6 лет на сыпь. Здесь классическая аллергическая карапивница, достаточно распространенная и с выраженным зудом. Поэтому пришлось уколоть преднизолон 2 мг на килограмм массы тела. Следующий наш вызов к ребенку 8 лет на боль в животе. Здесь прямо классическая история в том плане, что живот болит без малого неделю, никуда не обращались. И вот часам к 11 ближе вечера вспомнили про то, что нужно обратиться в скорую помощь. Живот по факту идеальный, придраться вообще не к чему, поэтому оставили на поликлинику. Точнее отправили своим ходом в поликлинику завтра. И следующий вызов на боль в животе 10 лет. В результате мы отвезли ребенка на Бухарестскую. Госпитализировали в пятую детскую с острым животом. Очень вероятно, что живот таки не хирургический, а гинекологический. То есть не аппендицит, а воспаление трупов или придатков. Потому что, ну, очень характерная картина. На самом деле отличается клинически не очень сильно, но отличается. Например, аппендицит довольно редко сильно болит. Так что прямо до крика бывает, но прямо редко. А вот для гинекологии это как раз довольно характерно. Едем к ребенку четырех лет на рвоту. Рвота была четыре раза. Честно говоря, по сути ничего нового. Рассказали то же самое, что и всем. Как правильно отпаивать. Последний на сегодня вызов к ребенку шесть месяцев на температуру. Здесь даже дали правильную дозировку жаропонижающего. Единственное, что нужно было сделать, это дождаться, пока оно подействует. Когда мы приехали, температура уже 37.